На сегодня карантин по коронавирусу введен в девяти городах Казахстана. Калматы, Нурсултану, Актау и Атырау присоединилась единая карантинная зона в Карагандинской области. В нее вошли Караганды и четыре города-спутника. Людей призывают не покидать свои дома, но карагандинцы жалуются, что на проверяющих коммунальщиков, которые повадились ходить по квартирам. Людмила Батюшкина расскажет. Надежда Саенко – человек ответственный. Сама для себя устроила карантин уже с 22 марта. На улицу не выходит. Продукты ей приносят дети и оставляют под дверью. Поэтому интервью с ней мы записали в удаленном режиме. Женщину возмутило, что в отличие от нее введенный карантин не соблюдают представители коммунального предприятия. На выходных они пришли к ней в квартиру осматривать, не пользуется ли Надежда горячей водой из системы отопления. Ни маски на ней нет, ни нет перчаток на ней. Вот единственная бахила. Со своих ног сняла, пошла в соседнюю квартиру. Нельзя отложить эту миссию на другие времена, более спокойные. Нет, мы работаем. Это наша зарплата. За это нам деньги платят. В компании «Теплотранзит Караганда» нам ответили, что произошло недоразумение. Заявку подал один из жителей дома. А уж то, что работники пошли по другим квартирам, это личная инициатива контролеров. За это, конечно, они наказаны будут. Вернее, не контролеры, это было распоряжение инженера. Она отправила эту заявку, выполнили. Вообще не должны были принимать заявки. Было издано новое распоряжение, но мы будем все эти заявки выполнять только после того, как снимут карантин. А до того момента наши люди не будут ходить по объектам. То есть казахстанцы могут просто не впускать в свои квартиры контролеров и проверяющих. Более того, в период карантина люди могут сами снимать пломбы со счетчиков, если, к примеру, протекает труба и необходим ремонт. Нужно будет оставить заявку по телефону, и тогда штрафных санкций не будет, пояснили в компании. Если все же необходим ремонт, то на слесаре или монтере должны быть маски, перчатки или другие средства индивидуальной защиты. Обеспечить ими работников задача их руководства. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.